Друзья, мы с вами работаем над качеством нашей жизни. А качество нашей жизни зависит прежде всего от того, как мы мыслим. Часто диетологи говорят, что вы едите, такое у вас здоровье. Я согласен, конечно. Но еще бы добавил, как вы живете. А вот тут, в нашем неокортексе, я бы сказал так. Как вы мыслите, так и работают ваши нервные системы. И так эти нервные системы вызывают у вас разную симптоматику, которая, может быть, вам портит качество жизни. Так вот, в неокортексе созданы многие ложные нарративы. Нарратив – это история о каком-то явлении, о каком-то процессе, о каком-то человеке, о каких-то поступках других людей. Как я обычно говорю, это вот этот гардеробчик других явлений, которые мы примеряем на себя. Нарратив и заключается в том, что мы каждое это явление пытаемся проникнуть в собственную суть, ну, как бы туда себя поместить. И некоторые студенты третьего курса медицинского факультета мужского пола, читая симптомы родильной горячки, нарратив о родильной горячке, помещают себя туда, и у них эта симптоматика родильной горячки. А матки-то у них нет, у них мышского пола. Так вот, иногда мы можем создавать эти себе нарративы такого плана, что зелёные человечки по углам сидят. Вы спросите, Юрий Николаевич, а как быть-то? Очень просто. Избавляться от этого, отвлекаться от этого невозможно. Вы скажете, ну и что, всё, мы обречены? Да не обречены. Вы запомните, это сложились нарративы, с шипиками выросли нейроновые связи. Допустим, вы выучили таблицу умножения. Тьфу, там она, шипики выросли. Но не пользуйтесь этой таблицей умножения довольно долгое время. С трудом будете вспоминать. А некоторые вообще забудете. 7 и 8, 48 случайно вспомнил. Так вот, некоторые вещи мы забываем. То есть разрушаются эти нейроновые связи. Почему разрушаются нейроновые связи? А потому что мы создаём другие. Вот здесь работа с вашими дурными нарративами, с вашим тем гардеробчиком, который вам приводит вот такие симптомы ненужные. Нужно работать очень определённо. Создавать другой гардеробчик. Гардеробчик других ассоциаций, гардеробчик других рассказов. Рассказов о ваших уверенных людях. Ах, полно в этой жизни. Смотрите, берите с них пример. Когда вы создадите в коре головного мозга вот эти истории, нарративы, этот гардеробчик тех успешных людей, вы будете его примерять. А примеряя... И примеряя через невербальный язык, через эмоциональные тренинги. А у меня они есть. И вы подпишитесь на канал. Вы просто можете смотреть. Они там даны в прямом доступе. И 20 копеек вас с вас не беру. Но примеряя, создавая эту новую жизнь, новые качества жизни, вы тогда отражаете жизнь по-другому. Создавайте свои карты реальности. Вы тогда себя видите в этих картах реальности по-другому. И когда вы себя видите по-другому, тогда работает нервная система. Иначе мы не отвлекаемся от прошлого. Мы увлекаемся новым. Если отвлекаться от прошлого, это все равно, что бежать задом наперед. А когда вы бежите вперед, когда вы увлечены чем-то, то, как говорится, пофигу Мороз. Так что, друзья мои, давайте-ка создавать новый гардеробчик этих нарративов, новые примеры из жизни других людей, из собственной жизни, создавая ассоциативную цепочку, которая влияет на ретикулярную формацию. И она нам подыскивает, подыскивает примеры из реальности, те, которые нам нужны, которые нас мобилизуют. И она и является мобилизующим фактором наших нервных систем и неокортекса. Друзья мои, это очень просто.